Начало 2000-х годов стало для вселенной Звездных войн настоящим праздником, если рассматривать всё это с точки зрения игровой индустрии. Две отличные стратегии, две игры серии Jedi Knight, которые до сих пор никто не переплюнул, даже очень неплохой недавний Fallen Order, шедевральные рыцари Старой Республики, о которых можно говорить лишь со слезами радости и ностальгии на глазах, нормальный слэшер, который, впрочем, многим понравился, и более удачное его продолжение, плюс несколько лего-поделок, которые, конечно же, баловство, но тоже вроде как неплохие. А, да, ну ещё Battlefront, разумеется. И, безусловно, в роли экшена вселенная себя тоже попробовала. Да и не просто экшена, а тактического командного экшена. В 2005 году вышла игра Republic Commando, и вышла очень даже удачной, несмотря на то, что такая стилистика, назовём это так, такой даже, скорее, подход был немножко несвойственен играм по этой вселенной. Дело в том, что в Republic Commando нет джедаев, то есть вообще. За всю игру лишь один световой меч в качестве пасхалки не более. Даже упоминаний, по большому счёту, нет. Игра вообще не про джедаев и не про силу. Игра про республиканскую армию. Безусловно, игры без джедаев по вселенной Звёздных войн были раньше, но то было совсем раньше, и в целом никто же не будет отрицать, что Звёздные войны — это прежде всего сила и её адепты, которые создают антураж вселенной. Но Republic Commando решила показать вместо этого обычные будни солдафонов. Правда, не простых солдафонов, а лучших солдафонов. Нас ждёт весьма необычный старт. Мы прямо из пробёрки глазами младенца клона наблюдаем комменуансов, которые говорят нам «Уть-уть-уть-уть-у, ты станешь лють-сим клоном». И, в общем-то, да, так и есть, мы один из самых лучших клонов и проходим специальную подготовку. Нам калейдоскопом показывают, как мы учимся вместе со всеми, проводим боевую подготовку, а затем строимся на плацу. Эта пара минут настолько атмосферна, что просто выбивает из себя. Немалую роль в этом играет саундтрек. Он тут отчасти является нарезкой из оригинальных мелодий Джона Уильямса, а отчасти это совершенно новый саундтрек. Для игры заморочились и допридумали мандалорский язык, и спели на нём гимн Водеан, который с этих пор стал официальным. Настолько вот он круто вышел. Во время построения прям так и хочется подпевать до расум-коты, сидя прямо перед монитором по стойке смирно. И часто Мондоа, язык Мандалорцев, тут идёт в перемешку с оригинальными и без того шикарными мелодиями фильмов. И получается очень убойно. Лишь изредка саундтрек ударяется в довольно слабую от себя тяну, но это уже не играет роли. Музыка и звук тут решают. Звукоряд здесь идентичен фильму во многом, а где не идентичен, там сильно к нему близок. В итоге бластеры, взрывы, рёв двигателей, всё это чувствуется как в кинотеатре. Хотя даже на момент выхода в графическом плане игра с неба звёзд не хватала, и спустя 16 лет это остро ощущается. Где-то минут 30, потом ты нафиг забываешь про эту мелочь, серьёзно. Так вот, возвращаясь к игре. Нас со старта знакомят с напарниками, членами отряда Дельта. Это Скотч, Сэв и Фиксер. Ну и четвёртый по прозвищу Босс, это мы. Мы прошли особую подготовку и получили особое снаряжение, а потому и задания нас ждут особые. Игра поделена на три акта, и первый акт, и это первый день войны клонов. Спустя несколько часов после заварушки на Геоназианской арене, по всей планете идёт тотальное побоище. Мы на десантном корабле летим на особые задания, нужно убрать одну шишку из Торговой Федерации. Так начинается игра. Что она из себя представляет? Это очень бодрый и даже сейчас интересный экшен от первого лица с неплохой стрельбой и рабочим тактическим элементом. Начну с боя. Он довольно простой, беги, стреляй. В нашем распоряжении есть винтовка особой модификации, которая по команде может быть преобразована в снайперскую или же в гранатомёт. Каждая модификация пожирает свой вид боеприпасов. Смотрится это очень даже эффектно, когда прям посреди боя накручивается насадка на бластер, и она превращается в элегантную снопу. Патроны, как правило, в обилии, но далеко не всегда и не везде. Враги любят маневрировать, поэтому в молоко даже при хорошей меткости уходит немало. На уровнях с боевыми действиями патроны в достатке, потому как всюду же клоны, а там и здесь патроны взаимозаменяемые. А вот, скажем, на захваченном корабле с этим беда. Однако в этой беде на помощь приходит пистолет. Его заряд бесконечен. Правда, нужно время на восстановление. Я сперва принял его за пукалку на случай, когда ничего нет, и как же я ошибался, это просто волшебный пистолет, бесконечный боезапас, дозарядка, фактически аналог перезарядки, убойная сила чуть ли не та же. Весь второй и третий акт я старался ходить именно с ним. Еще есть особое оружие, мощное. Оно подбирается с трупов врагов, и представляет из себя национальное оружие всяких резиновых морд. С генезианцев падает плазменная пушка, с трендашан дробовик или пулемет, звуки баукастера. И если в которой джедай от касте мы использовали особую модификацию баукастера, которая не отрывает руки своей охрененной отдачей всем, кроме вуки, то как это объяснено здесь, я даже не знаю. Неужели клоны вот настолько крутые? Кстати, у остального оружия отдачи нет. Это сейчас смотрится странно, во всяком случае непривычно, но это в духе Звездных войн. Даже в новом Баттлфронте отдачи часто нет. Такова природа бластеров. Опять же не всех, но это уже детали. Дело, видите ли, в том, что эту фишку понимает не каждый, а отдача, она как тряска камеры, работает на приближении ощущений к реальным, и потому Репаблик Команда этим играет в свои же ворота, так как из приближений к реальности в игре только тактический элемент. Но о недостатках мы попозже поговорим. Встречаются изредка и турели, за которые можно сесть в том числе самому, но стреляют они как какие-то просто пукалки. Прям стыд, если честно. Бластеры и те стреляют эффектнее. Но ладно, есть еще гранаты, которыми можно закидывать вражин. Гранат несколько видов, но вполне хватает и одной. Ну и что немаловажно, у нас всегда есть возможность ударить врукопашную выдвижным клинком, что является порой очень эффектным средством сражения. Когда вышел от Дарк Мессиев Майф и Мэджик, многие сравнивали Пинок именно с ударом клинком из Репаблик Команда. Хотя в чем тут связь? Ну практически никакой, но да ладно. Чем стрелять разобрались, теперь о тех, по кому стрелять. И вот тут прям немножко даже обидно. Враги весьма разнообразны, и это без сомнения плюс, но из-за этого разнообразия как-то до обидного мало становятся главных врагов клонов. Дроидов. Да, безусловно, основная боевая единица КНС это дроиды серии Б1. Тут они просто тупые железяки, которые подолгу не могут попасть в тебя, когда ты стоишь на месте. Однако сказать, что они не представляют угрозы, тоже неверно, но все же искусственный интеллект у них довольно посредственный. Впрочем, это проблема всей игры, но давайте пока остановимся на этом. Можно в конце концов представить, что мы такие крутые клоны, что бежим петля и уворачиваемся от заряда, почему бы и нет. Включайте воображение, а то многим его сейчас видеокарта заменила. Алло, алло, меня слышно? Это я, ваше детство. Вы че там, совсем что ли? В общем, основная толпа это дроиды Б1. Однако, среди них встречаются и другие модели, и вот они уже дадут просраться. Дроиды Б2, собственной Перцовой. Идет это бронированное чудо, шмаляет бластерным огнем весьма прицельно и быстро обнуляет отряд, если тот замешкался. Отряд из двух таких вот дроидов это задачка. Из трех серьезная беда. Распределитель с Б2 это вообще трындец. Распределитель это такие коробки железные, с которых дроиды прут бесконечно, пока те не взорвешь. И где их там столько умещается? Будто там своя мини-звездная кузница их клепает из воздуха. Но впрочем, ладно. Б2 все, разумеется, не ограничивается. Среди врагов нередко встречаются и дроидыки. А эти колобки еще опаснее, ибо сами отлично защищены и ведут шквальный огонь. И ближе к концу будут попадаться также магностражи. Редко, но метко. Один такой, как целая армия дроидов и большая железная заноза в задней пластине доспеха. И сражаться с дроидами тут действительно интересно. У них даже есть частичная расчлененка. Могут отлететь головы или руки. Но в целом нормальной расчлененки здесь, конечно же, нет. И ее тут, откровенно говоря, не хватает. Хотя и то, что есть, радует. Но кроме дроидов, тут есть и летающие геоназианцы, бесячие тарантошани, пручи на тебя, киберсеркеры. Есть вуки, но они союзники. Получается, разнообразие есть, но лично мне с дроидами сражаться нравится больше. И с танками, но их тут всего два за игру. Однако в нашем случае неотъемлемый элемент сражения это команды бойца. Это же тактический шутер, нужно же как-то оправдывать название. Если это прозвучало как-то уничижительно, то это вовсе не так. Командная часть здесь работает отлично. Лобовой атакой можно решить немало вопросов, да. Но на более высокой сложности начинаются серьезные проблемы, так что раздаем команды. Если играли хотя бы в один тактический шутер, то уже имейте представление о том, что здесь будет. Каждый клон-специалист в чем-то своем. Один отличный снайпер, другой взломщик, третий подрывник. А мы мастер на все руки. То есть да, мы сами можем взламывать, минировать, но часто лучше это поручить братьям. Просто наводишь на нужный объект прицел и даешь команду. Выполнение занимает некоторое время. Часто это не будет иметь значения, ибо когда все спокойно, не важно, как долго будет взламываться компьютер. Но нередко будут ситуации, где выполнять такие действия придется прямо посреди боя под вражеским нещадящим огнем. Если мы ложимся, то нас поднимут братья, если смогут. Мы, конечно, можем им сказать, что, мол, не обращайте внимания, выполняйте приказ, но не с каждой ситуацией они смогут справиться без нас. Если полегли все, конец игры. Кстати, в игре есть огонь по своим, так что валить дроидов рокет-джампами плохая идея, так и запишите. Часто нужно будет взорвать распределитель дроидов или перекрыть ход бесконечно прущим врагам. Но, как правило, для перевеса в бою достаточно просто приказать клонам занять выгодную позицию. Чаще всего это снайперская позиция, тогда они начинают бить врага прицельными попаданиями, и тут уже даже дроидыки быстро заканчиваются. Реже это гранадьерские позиции. Да, здесь нельзя выбрать, с каким оружием будет стрелять твой подопечный, тут все зависит от позиции. Если сказано, что это позиция для гранатометчика, то хоть обосрись, снайперскую насадку он к бластеру не присобачит. И не то чтобы это плохо. Также частыми нашими командами будут минирование взрывоопасных контейнеров для последующего заманивания на них дроидыков и Б-2. В основном только их, ибо с другими проблем, как правило, нет. Среди геоназианцев влетает один такой жирный с крутой пушкой. Его никуда не заманишь. У Трандашан тоже есть жирнич. Вот его тоже можно заманить. Еще классическая зачистка помещений, помощь раненым братьям, можно приказать сесть за турели, если рядом такие есть свободные. Это из заготовленных команд. Еще есть команды стандартные. Занять позицию, собраться, построиться, умыться, помолиться. Вот именно так мы и будем зачищать помещение за помещением и продвигаться по незамысловатому сюжету, выполняя задания, для которых у особых клонов кишка танка. Сюжет, кстати, и правда очень-очень-очень-очень прост, но это как бы не сильно влияет на игру. Никакой интриги нет, ну ее никто здесь и не ждет. Хотя, если честно, если бы она была, было бы как-то, ну, поинтереснее. После Геонодиса мы проникаем на захваченный сепаратистами Трандашанами республиканский корабль, а затем летим на Кышиик помогать Вуки. Ррррррр. И всюду нас будут сопровождать переговоры друзей. Да, клоны постоянно болтают, шутят, и это создает атмосферу движухи, такую позитивную атмосферу. Иногда повторяющаяся фраза начинает надоедать, но нужно понимать, что без них игра начинает сыпаться. Ибо то ли бюджета не хватило, то ли стараний, но атмосфера игры очень качественная, но держится она на двух ржавых болтах. Да, пришло время поговорить о недостатках. В игре простой геймплей, разобраться в нем не тяжело, и несмотря на тактическую составляющую, все происходящее не требует каких-то маломальски серьезных навыков планирования. То есть это не сват, как ни старайся. Разработчики это понимали, а потом пошли по пути, по которому пошла потом колда. Экшен, приправленный спецэффектами. Почти каждую минуту здесь что-то взрывается, ломается, что-то вечно происходит, и все замечательно. Но стоит всем замолчать, а такое бывает, как в глаза начинает бросаться, что король-то голый. Изредка по сюжету мы будем отдаляться от отряда и выполнять одиночные поручения. Вот тогда мы и поймем, что как не командный, а как одиночный шутер, даже с крутой музыкой, спецэффектами и событийностью, Republic of Man, довольно посредственная игра. На одной стрельбе далеко не уедешь. Интерфейс на весь экран явно не способствует погружению. И это не дань старой моде, просто очень странное решение. Не способствует погружению и без пяти минут убогий левел-дизайн. Да, когда звучит знакомая музыка и перед глазами маячат знакомые клоны и дроиды, ты понимаешь, что это Геонодис, как я и говорил. Но стоит тебе потерять эти элементы из виду, и ты понимаешь, что это не карта, это какая-то бездарная поделка, сравнимая с модом типа Леди Джедай. Помещение страдает гигантизмом и пустынностью, они слабо похожи на жилые. Ну то есть понятно, что крейсеры это не хата, но вы же понимаете, что пустота помещений это не спартанская общая стилистика Звездных войн, это просто лень гейм-дизайнеров. Точнее левел-дизайнеров, но это не важно, в принципе они все дизайнеры так или иначе. Той же бедой страдали в какой-то степени рыцари Старой Республики. Первая в меньшей степени, вторая в большей. Там таких пустынных бессмысленных помещений было слишком уж много. Но если в тех же рыцарях атмосфера держалась крепко, даже когда ты был один, то Командос явно не дотянули. И если некоторые гейм-дизайнерские или левел-дизайнерские промахи действительно можно списать на веяние тех лет, то остальные нет уж, это именно промахи. В итоге именно поэтому спустя 16 лет сегодня играть в Репаблик Команды может понравиться далеко не всем, в отличие от того же Котора или даже Ауткаста с его упоротым в корягу начальным дизайном уровней. А еще в игре довольно плохой искусственный интеллект. Нет, не врагов, а вообще. Союзники очень часто просто семенят на корточках, спокойно выходя на линию огня и даже подходя вплотную к дроидам, в том числе Б2. А подойдя к ним, они не пытаются атаковать рукопашную или занять выгодную позицию или показать фак и убежать, нет. Они просто будут стоять или сидеть и стрелять, что приведет, конечно же, к их смерти, если, конечно, враг тоже так же не затупит, что тоже не такая уж редкость. Да и под твоим огнем они тоже очень любят бегать туда-сюда, зарабатывая тебе дружественные фраги. Застрелить врага в пятку или в коленку, потому что он тупорылый, всегда пожалуйста. И если бы это были только дроиды, то было бы меньше недовольства, но органики тоже этим страдают и не могут обойти сраную тумбочку, чтобы подстрелить зазнавшегося от безнаказанности клона. В некоторых ситуациях тебя просто давят числом, а клоны ведут себя просто до безумия тупо и моментально все ложатся и хочется прям вот матом уже орать. Благо таких мест не так уж много за всю игру. И в подобных условиях в игре есть миссии на время. Одна, да, но все же. В 2006 году я у многих спрашивал из своих знакомых, из тех, кто играл, и из моей выборки почти никто дальше этой миссии игру не прошел. И когда я начинал пародировать речь дроидов, что до взрыва осталась минута, у них начинался нервный тик. Кстати, не повторяйте мою ошибку, не ставьте русскую озвучку. Я о ней раньше слыхом не слыхивал, вот решил попробовать. Зря. Она откровенно плохая. Вообще, мне не нравится, когда во время перестрелок приходится читать субтитры, но если для вас это не проблема, играйте с оригинальной озвучкой, потому что она действительно хороша. В отличие от нашей любительской локализации. Дарта перефургона там, конечно, нет, да и звукорежи старались, но актеры не очень. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть, что порой основная фишка игры — команды. Срабатывать через гузно. Вместо того, чтобы самому начать действие, ты, даже стоя вплотную к объекту, часто отдаешь приказ другому клону, а тот, сука, сейчас на важной позиции прикрывает твой зад. Но теперь-то он сорвется и побежит к тебе под огнем и сдохнет, а следом и ты тоже. И это явно баг, потому что работает как придется, то так, то сяк. И иногда из-за этого рушится все тактическое построение, и ты такой думаешь, ну ёкарный бабай. Все, гасите свет гробы в прихожей. Однако эти недостатки, хоть и влияют, разумеется, на восприятие, все же не делают игру плохой или слабой. Это все еще бодрый и действительно крутой экшен. Не без огрехов, безусловно. Если уж среди игр реликтов устраивать такую шкалу проработанности, то Репаблик Команда будет где-то посередине или ближе к началу шкалы. Но все же даже с таким набором недостатков игра сумела стать по-настоящему интересной драйвовой. Если увлечься, так и не заметишь, что пролетело полтора десятка часов. Ну и, конечно же, антураж Звездных Войн, тех самых старых добрых Звездных Войн. Он тоже тут как тут радует глаз и ухо. Было бы классно увидеть что-то подобное, но новое. Например, нечто похожее на, скажем, Терминатор Резистанс, пусть даже без командной работы. И играть, например, за Дроида. Любого, хоть бы один. А лучше тогда уж сразу за Коммандос. Будет интересный взгляд на вселенную, верно? Но это так, мечты. Вот не отвлекаясь от мечтаний, можете перепройти Репаблик Команда. Их не так давно портировали на современные консоли. Это у них называется ремастер. Он не меняет вообще ничего, только дает возможность запускать их на молильных станциях. Как обычно, покупаем и современнейшие консоли, чтобы играть на них в игры шнадцатилетней давности. Ну да ладно. На ПК давно вышли и графические патчи, и просто патчи, латающие баги. Мамонта они не осовременят, конечно, но играть станет интереснее. Без багов оно так всегда. Вы еще здесь? Сидите тут, понимаешь. Идите-ка лучше вон клонов погоняйте. А я пока возьму лопату и откопаю вам еще замечательных реликтов из вселенной Звездных Войн. Субтитры сделал DimaTorzok